Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий двум полицейским. По версии следствия, год назад сотрудник вневедомственной охраны и опер уголовного розыска так избили нетрезвого задержанного, что пришлось вызывать медиков. Происходило все в Петушинской дежурной части. Расследование уголовного дела продолжается. И о других происшествиях коротко. Крупная партия фальшивых денег изъята во Владимире. 15 сентября полицейские остановили машину с мужчинами из другого города. У одного из них при себе находилось два десятка поддельных тысячных и пятитысячных купюр. Также в салоне автомобиля обнаружился тайник. Там оказалось еще около сотни поддельных банкнот. Возбуждено уголовное дело. А полицейские просят владимирцев проявлять бдительность и быть внимательными при расчетах в магазинах. А еще сегодня стало известно, что нашлись иконы 19 века, украденные пять дней назад из церкви в поселке Никологоры. Они оцениваются в круглую сумму, больше 7 тысяч рублей. Как выяснилось, иконы похитили трое уже судимых ранее мужчин из Мурома, Вязникова и Коврова. Они задержаны, а ценности изъяты. А вот информация из разряда курьезов. Вчера в одном из владимирских магазинов подарков полиция изъяла значки с изображением Светланы Орловой. Они только-только поступили в продажу, как в магазин пришли полицейские и изъяли весь тираж до выяснения обстоятельств. Сегодня владелец магазина Михаил Самойлов сообщил ВКонтакте, что сотрудники полиции вернули значки и один даже купили. Впрочем, многие посетители соцсетей считают, что изображение больше напоминает Шойгу, а не Орлову.